Привет, начало нового влога, я начинаю с тем, что делаю себе вот такую тканевую маску, линцо ужасно пересохло. Девочки, как эта маска пахнет, классно, вообще рекомендую, вот, очень нравится, прям так стягивает, класс. Девочки, готовлю мясо в баночке, мне скинули рецепт, я попробую, потом, не знаю, в инстаграме напишу, или что, если я сниму. Все очень просто, мясо у меня сутки мариновалось, так курица, вообще нужно еще там яблок добавить, но я решила просто с луком ограничиться. Все заливается водой и ставится холодным в духовку. Прошла всего лишь секунда, по жизни это, конечно, занимает подольше процесс времени. Ой, господи, да что же меня каждый мучает. В общем, приготовила вот такие вот шашлыки, вот тут у меня курочка в банке, и все это отправляю в холодную духовку. У меня гениальная была идея вышивать на конве вот эту вот вышивку. Теперь, чтобы брать конву, я уже неделю мучаюсь, я могла новых натворить вариантов, а я все сижу над этим. Здесь готовится обновление для шоу-рум Дэнди Форея. В море просто вневероятный закат. Я хоть сегодня и была на пляже, кормила кошку, но была не возле береговой линии, очень скучаю по вот таким вот вечерам на море. У меня сегодня были съемки видео для котов. Я у нас на холодную, на даче. Мне Боля привез какую-то доставку еды. Снимали на таком вот фоне. Я сейчас готов, чтобы поесть. Нет. Девочки, я просто мастер выбирать странные ракурсы, чтобы поснимать видео. Фух, ну и денек у меня сегодня был. Я вам передать не могу. В общем, сегодня прооперировали мою кошку Симу с передержки. Ну, точнее, как сказать, с передержки. Симу принято решение уже не пристраивать, потому что уже хотя бы маленьких раздать. Котят. Прооперировали Симу. Заодно с Симой показали Валеру, врачу. Валерии Симе назначили после операции, Валерии после вмешательства. Очень сложные инъекции. Плюс Симе одели воротник. Сиамская кошка с воротником. Вы можете себе это представить? Она просто не хочет это носить. Дальше. Вчера в группе, в которой я состою, в помощи животным, был пост о том, что кошка сегодня три недели закрытая в квартире. Умерла хозяйка. Люди пришли. Квартира очень сильно захламлена. Кого нашли, достали. Эту кошку не смогли найти. Понятно, что кошки еще и дикие. В общем, через три дня назад появился пост о том, что люди увидели ночью эту кошку в окне. То есть она живая. Но она без еды и без воды. Начали созваниваться с Джеком, с полицией, чтобы нас пустили. И тогда они отказываются, мотивируя тем, что квартира приватизирована, и она уже опечатана. Полиция этим вообще заниматься не хочет. В комментариях в группе такой начался бардак. Люди начали еле списать, не понимая того, что... Они пишут, обратитесь в МЧС или в полицию? Да не работает нас, ни МЧС, ни полиция. Если есть такие посты, какие-то статьи о том, что они приехали и спасли, это показательное выступление. Сколько раз мы обращались, ничего не действует. Только своими силами приходится это все делать. В общем, что сделали мы? Мы приехали. Просверлили в двери небольшое отверстие. Насыпали ей корма. Я вспомнила, что Джек, который отвечает за этот дом, он находится в здании секонд-хенда. С женщином в этом магазине я хорошо общаюсь, а она хорошо общается с женщинами Джека. Мы поехали к ней, чтобы она нас свела с ними, чтобы мы дали им взятку, и они нас пустили. Но когда они увидели наш такой балаган, я, Боря и девочка, наши перепуганные лица, они согласились, что завтра пустят нас. Но загвоздка в том, что завтра Боря не может приучаствовать в этом. То есть нам откроют квартиру, и мы с девочкой должны поймать эту дикую кошку. Хорошо, не проблема. Проблема в том, что мы, когда просверлили отверстие, дырочку, пошел такой запах. Я вам не могу предать. Это ужасно, просто вонь такая. Как мы туда с ней войдем? Ну, понятно, какие-то маски будем противогазы надевать, потому что нам нужно там находиться, я понимаю, не пять минут. В общем, это такие новости. Приехала домой, сняла видео о секонд-хенде, а в переливах между тем, как мы спасали эту кошку и оперировали Симу, я еще съездила на дачу, сняла видео-примерку секонд-хенд, сняла видео для своего инстаграм-аккаунта АВД Валентинка с котятами о том, что я их пристраиваю. Зарегистрировалась на тик-токе. Все, кажется. Да? Такой вот денек у меня был. И мы еще сняли очень рано, а завтра еще раньше вставать. И я, честно говоря, валюсь много. Я хочу спать. А плюс я еще в течение дня параллельно переписываюсь и в инстаграме, в рабочем шоу-рум. Флэнди Фрэйва отвечаю. Как бы мне это не жалость. Это хорошо, что люди пишут, что люди интересуются. Просто что я немножко подустала до сегодня. Жду Борю, он сказал, 15 минут заберет меня. Спешим до Симончика моего. Моего Мончика. Вот. Так, ребят. Я вышиваю брошку негритосинку. Нельзя так говорить, да? Афроамериканку, правильно сказать. Я не расистка никакая. Вот видите, по контуру обшиваю, чтобы это было все черное, однородное. И она такая 3D-шная. Мне будет нравиться вот так вот она, тут Фрида, а тут кактус. Такая куба-либра-вечеринка. Хотя, ну она тоже здесь пишет, это мне кажется. День 2. Миссия достать кошку из закрытой квартиры. Не удивляйте, что она с собой тут дрым лежит. Чего? Нового. Коська, ты голодная? Кошка, спасли кошку. Можно подумать, что это собрание пакетиков. По факту, товарищка сходила на рынок, накупила. Здесь у меня листья салата. Здесь укроп и петрушка. Это бездрожжевой хлеб. Это банановый пирог. Это хлеб чесночный с помпушками. Просто она сейчас на рынке, все максимально пакуют в пакетики. Здесь у меня 2 пачка щавля. Здесь слойка творожная. И 2 сосиски в тесте. Вот так вот. Вчера у меня был максимально сложный день. Я спасала кошку, я потом попозже про это расскажу. Просто целый день, вот вообще, только занималась, что спасала этого животное. Но удалось, мы ее нашли, спасли, все отлично. И Борис Александрович решил меня порадовать сушиками. Так как он организовал процесс спасения кошки, но не участвовал в нем, чтобы я побаловала себя. Я смотрю битву экстасенсов русскую. 21 сезон параллельно готовлю борщ веганский, постный. И тушу капусту в рукаве впервые. Мой обед. Помпушка с чесноком и борщ. Судорник от Бога. Сейчас рисую макеты новых брошек. И параллельно вышиваю вот новогоднюю елочку. Это будут машинки, пряник. Потом еще хочу варежки вышить. У меня мало времени осталось, потому что Новый год уже больше месяца до Нового года, я понимаю. Но даже нужно все еще оформить, обработать, пофотографировать. Ой, в общем, спешу, спешу. Какой, ребят, я опять вышиваю. И по традиции у меня есть немножко времени поговорить с вами. На фоне канала Елены Погребежской я как-то даже в фаворитах рассказывала о том, что я очень люблю ее канал. Это вот, знаете, такие истории из жизни, которые немножко выбивают из кореи. Но это полезно слушать и полезно развиваться. И пробуждать в себе человечность. Блин, ну он умеет на такие темы затрагивать. Сейчас смотрим про Гватемалу, как докторы из Уфы и школьница, 10-летняя, 10-классница открыли в Гватемале больницу. Вообще, это, конечно, история на миллион. А я хотела... Ну, поставлю на паузу. Потому что если болтать и вышивать, и снимать видео, то ничего по факту я не сделаю. Немножко поболтаю с вами, расскажу вам про события. Я фрагменты вставляла в предыдущих фрагментах видео, которые вы смотрите. Ну, точнее, как это объяснить? Вы смотрите видео по порядку, которые сняты у меня, да? Допустим, открываю телефон, открываю программу для монтажа. Или там ноутбук, смотря на чем монтируем. И вот по порядку, как у меня закидано видео, так и загружаю их. Вот. В общем, вы могли несколько минут ранее видеть, как мы достали кошку, спасали. Сейчас я вам хотела рассказать эту историю. Это вообще, конечно, просто жуть. В общем, я какую-то историю привернула только в среду. Узнала про эту ситуацию. Девочки узнали немного ранее. Умерла одинокая женщина, страдающая психическими расстройствами. Умерла на улице. Там каким-то образом выяснили потом, что это она. Уже после похорон выяснили, что в квартире, где она проживала, у нее три кошки. И вот соседи 90% проявили равнодушие. Только одна девочка забила тревогу, договорилась со слесарями ЖЭКа, чтобы эту квартиру открыли. Двух кошек она поймала. Одну взяла на передержку к маме, одну взяла, отдала девочке на передержку. Третью кошку она не нашла. Она думала, что, ну, может быть, выскочила или вообще ее не было. Может быть, эта информация такая, знаете, взята непонятно откуда. Проходит три недели. Ее муж идет с работы домой, поднимает голову и видит эту кошку в окне. Квартира опечатана. И ЖЭК отказывается ее открывать. Полиция отказывается ее открывать без разрешения ЖЭКа, так как квартира приватизирована. Девочка обращается в группу волонтеров, в которой я состою. Администрация группы публикует эту информацию. Я читаю, в комментариях начинается вообще непонятный трэш. Люди там друг на дружку гонят бочку. И вообще волонтеры плохие, все плохие. Что, как это та кошка трое суток в закрытой квартире? Я в склоках этих не участвовала. Я говорю Боре об этой ситуации. Боре говорит, что сейчас ничем мы помочь не можем, так как ему надо было. Но вечером мы начинаем со звольности. Девочка, которая администратор группы. Решаем то все. Придумываем разные способы, как можно это решить. Сейчас расскажу информацию только по секрету. Мы приехали на место, ковыряли одну дырочку в двери. Точнее она была, мы ее просто сделали слегка больше. Допустим, было вот такое, а мы сделали вот такое отверстие. Дверь там в любом случае на соплях держится ее сносительно. Мы туда просунули пакетики жидкого корма и выдавили. В общем, я вспомнила, что ЖЭК, который курирует этот дом, в этом здании находится секонд-хенд. Я знаю продавца в этом секонд-хенде. Мы приехали. Эта женщина тоже любит животных. Мы ей объяснили ситуацию. Попросили, кому в ЖЭКе можно подойти, кто войдет в положение. Не наши, кошки. Да, кстати, кошка три недели там сидит. Она побежала, договорилась с бухгалтерами. Бухгалтера посоветовали идти к тому. В общем, бегали-бегали-бегали. Вышли на начальницу ЖЭКа. Она говорит, насколько можно меня терроризировать. Уже третий раз скрывают ту квартиру. Но чудо мы ее уговорили. На следующий день Боря работал. Он не мог участвовать в этом всем. Я и девочка с группы попадаем. Нам открыл слесарь дверь. Сказал на целый день и ушел. Потому что находиться там невозможно. Квартира заброшенная, закиданная мусором. Когда я говорю закиданная мусором, вот, не знаю, были когда-то на городских... Ой, что-то на меня такое повисло. Были на городских свалках когда-то. Когда там все в пакетиках и ужасная вонь. Вот у нас одна свалка находится у меня как раз от моего дома к Бориному ехать, и мы ее проезжаем каждый день. Только вот представьте, что эта свалка находится в квартире. Все в грязи. Мы еще когда ехали, мне девочка с группы говорит, найди палку по дороге. Какой-нибудь такой длин хороший. Я говорю, ладно, зачем он нам нужен? Потом я поняла, зачем, чтобы мусор разгребать. Мы одели такие перчатки. Мы одели бахилы. Мы искали кошку с трудом. Провонялись, как я не знаю что. Но нашли. Нашли кошку. Я уже, знаете, когда отчаяние какое-то, я говорю, святой телефон, помоги найти ей что-то. Я всех усадила, девочек. А вот, кстати, эта девушка, которая обратилась за помощью в группу, она беременная, она тоже с нами участвовала. Мы ей говорили, уйди тут надышишься, чтобы тебе плохо не стало. Но она нет, она переживала за кошку. Мы две комнаты перебрали полностью. И в третьей комнате, уже перебрав ее, там стояла как кровать. А возле нее детская кроватка, знаете, такая солецкая. И она вся была закидана коробками. Я начала эти коробки доставать прям с самого низа. Встала на коленки туда. О, девочки, это ужас. Короче, в самом углу я вижу эту кошку. Трехцветка, как моя Барселона. Спасли ее. Кошка выжила только благодаря тому, что квартира была захламлена. Там были остатки еды, всякие пакетики, хлеб. И вот она вот этим питалась. Вот, сейчас кошка сидит на передержке у волонтера. Ей пока что еще даже поста не было, потому что она поехала после того, как мы нашли к врачу. И только после этого всего поехала на передержку. Я еще девочкой не созванивалась. Как там, что там. Вот, такая история. А я вам сейчас, я вам показала, уже я машинки вышиваю. Буду вышивать машинки. И елочка будет вот такая. Такая брошка. Она не маленькая. Мне, кстати, очень нравятся вот такие вот крупные брошки. Вот, ну, знаете, я люблю на гольф, когда там бежевый либо черный. Такую вот красоту нацепить. Вот. На новогоднюю ночь, кстати, тому тоже можно. Ну, непонятно, что... Так. Я даже... Боже, девочки, заикаюсь. Я, допустим, вообще не знаю, где я буду тучать Новый год. Ну, как бы, есть какие-то идеи. Ну, скорее всего, на даче. Как бы, с моими котами. И особо наряжаться вечернее платье я не буду. Вот. Какую-нибудь кофточку вот. И такую вот брошечку просто, чтобы украситься. Все, девчата. Боже, 7 минут наговорила. Кошмар. Соскучилась, называется, за вами. Дошли руки. Я сейчас посажу проростки пшеницы. Для этого нужно зерно хорошенько вымыть. И на сутки, ну, до вечера завтрашнего дня залить водой. Тогда высосятся все негативные вещества, все вредные компоненты. Девочки, если меня спросить, какую еду я готова есть круглосуточно, это будет ответ первое. То есть для меня очень важны супы. Борщ, рассольник, грибной суп, зеленый борщ, неважно что, у меня обязательно должны в холодильнике находиться. Это у меня такой веганский. Он такой легкий. Но, вы знаете, я бывает поем, и потом у меня нет сил ничего делать. После такого борща у меня, наоборот, прилив энергии. А я буду сейчас обедать и бегу в такой бой, потому что у меня обновление, у меня две почты, куча фотографий нужно сделать. В общем, рабочие будни у меня начинаются со вторника. Все, спасибо, что были со мной. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok